Добрый день, уважаемые телезрители живого телевидения. Сегодня у нас встреча с замечательным писателем Эдуардом Ароновичем Шульманом. Здравствуйте, Эдуард Аронович. Добрый день. Добрый день. Программа Booking ведущий Юрий Проскуряков. Эдуард Аронович, прежде чем мы обратимся к тем текстам, сегодня у нас тема, если кто-то смотрел анонс, сегодня у нас тема «Малая проза». Хотя эта «Малая проза» — это какие-то выдержки из трех больших книг, которые благодаря Александру Павловичу Шишкину и его издательству «Артхаус» вышли в свет. Хотя ваш творческий труд, как я понимаю, литературный труд начался очень давно, и вы являетесь совершенно оригинальным писателем. Я хотел, прежде чем мы приступим к тому, что вы нам что-то прочтете из книг, если вы захотите это сделать. Захочу. Да. Вот так вот, я хотел вначале задать вам несколько вопросов, если можно. Ради Бога. И я, вот видя то, что вы написали, я вижу ваш огромный, и читая это, я вижу ваш огромный интерес к русской истории, русской культуре. И не просто к русской культуре, а к какому-то особому слою русской культуры. Дело в том, что развиваясь, русская культура достигла своих высот еще в XIX веке. Это была сначала дворянская культура, потом весь XIX век происходило своеобразное соревнование между культурой разночинцев и дворянской культурой, когда разночинцы, среди них выдвинулось много замечательных деятелей, они во многом даже и превзошли. Ну вот, например, когда Чернышевский приехал в Петербург и стал сотрудничать в Современнике, он, конечно, был невообразимо более образованный, чем Некрасов. Он знал не менее 16 языков в это время, Некрасов, конечно, не имел такого образования, обучаясь в поместье. Ну да, Ленин это сформулировал так, что разночинцы вытеснили дворян. Но что-то в таком роде реально имело место быть, и вот на фоне этого происходило еще одно движение, народничество, которое было затеяно, собственно, в недрах дворянской культуры, вот эта любовь к народу. Впоследствии оказалось, что эти народные массы, они хлынули на просцениум культуры со своими диалектами, это уже было видно в творчестве Лесковой, и со своими культурными навыками, что гораздо было более важно, чем язык, который Бродский считал последним явлением, которое можно ассоциировать с родиной, если уже больше ничего нет. Как сказал Иосиф Бродский, родина – это язык, это уже он сказал в эмиграции. Так вот, когда я читал ваши книги, а вот та книга, которая называется «Еврей Иванович», она просто невообразима по своему тонкому и мягкому юмору. Это очень интересная, как мне показалось, проза, которой достаточно мало в русской литературе. Если вот английская литература, и у них ирония считается, если писатель не ироничен, он не может принадлежать к большой высокой культуре. Такого сказать про русскую литературу нельзя, в ней еще нет таких устойчивых, жестких опознаков, которые говорят о принадлежности писателя к большой культуре. Я думаю, что вы принадлежите не только к большой русской, но и к большой европейской культуре. Спасибо вам. Да, я так искренне думаю и серьезно. Вот когда вы обратили внимание на… Одна из книг называется «Полежаев и Бибиков», например. Вот когда вы обращаетесь к русской истории, то вы обращаетесь не просто к русской истории, а вот к тому самому высокому культурному слою в русской истории, который, собственно говоря, и является тем, что изучается, входит в энциклопедии, входит в учебники русской литературы, и на что обращены высокие воззрения культурных людей в России. Так вот, я задумался о том, кому же адресованы в современности вот эти произведения, потому что если мы отсечем всех, кто не говорит по-русски в современной социальной российской среде, а после этого отсечем всех, кто не принадлежит к этой высокой культуре и никогда с ней не соприкасается, просто потому что им это неинтересно. А это поголовное большинство наших читателей, которые читают, ну, например, читают литературу чисто развлекательным жанром, и читают ее в самолетах, перемещаясь в том или ином виде транспорта городского в метро. Если мы отсечем всех, кто придерживается другой точки зрения на культуру, то останется вот те три с половиной вычисленных тысячи людей для высокой культуры, каким-то математикам, которые, собственно говоря, и увлечены тем же, чем и вы. Что вас заставляет обращаться вот к этим жанрам, к тому, что называется высокой литературой? Ну, это сложные все проблемы, и хотя мои книги так или иначе связаны с такой вещью, как история, история Софии, то есть, но я, тем не менее, как бы не философ, я не занимаюсь такой чистой философией. И вот в ответ на ваш вопрос о читателе, к кому я обращаюсь, я бы позволил себе рассказать такую совсем небольшую вайку, которую когда-то давно, вернее, то, что я когда-то очень давно слышал по радио через глушилку. Я, возможно, ошибаюсь и что-то путаю во времени, но мне было такое ощущение, что сквозь глушилку пробился голос Набокова. И у Набокова спросили, вообще, много ли им нужно читателей? И он сказал, вообще, мне достаточно одного, моей жены. Потом он подумал немножечко и сказал, что вот вы знаете, когда издаешь книжку, вдруг-вдруг приходит письмо из какого-то совершенно фантастического места из, тут он сделал паузу и сказал именно то слово, которое я повторю, из глубинки. Тут он опять сделал паузу и сказал, из Тексаса, из Австралии. И вдруг выясняется, что там живет человек, который вас понимает. Вот он вас понимает даже, может быть, больше, чем вы себя понимаете. Ну, я не стану это комментировать. Получал ли Набоков такие письма или это мечта об идеальном читателе. Но так или иначе пишешь вот для этого человека, который вдруг тебя поймет. И это все очень просто. Это все на уровне того кинофильма советского. Но тебе говорят, что счастье, когда тебя понимают. Вот, собственно, и все. Вот ты ищешь такого человека, который ты воображаешь, такого человека. И ты надеешься, что такой человек найдется. В конце концов, ведь Мандельштам нам говорит, что вы заталкиваете послание в бутылку, кидаете в океан, и кто-то найдет. Не массы народа найдут бутылку, один кто-то найдет. Понимаете? Так что я не думаю, я уверен, что если автору, когда он работает, если ему интересно, и этот его интерес каким-то чудесным образом присутствует в письменном, бумажном или компьютерном тексте, то этот интерес обязательно кому-то передастся. Ну, знаете, вот вы уже нашли как минимум двух таких читателей. Это я и моя жена. Спасибо. Да, потому что я с восхищением и читал ваши произведения еще до того, как они были воплощены в этих книгах, в журнальных вариантах и в рукописных вариантах. И на меня неизменно они производили впечатление большой русской литературы. И при этом я именно, несмотря на то, что вы обращаетесь часто к еврейской теме, я не считаю, что это относится так или иначе к еврейской литературе, потому что я читал замечательного еврейского писателя Шолома Лехима, который нам известен в переводах. Да. И понимаю, что есть писатели, которые и до сих пор пишут на идише, я знаю писателей-евреев, которые пишут на еврейском языке, это этническая литература. И это другое явление. Хотя вот Шолома Лехима это просто очень интересный писатель. И в переводах его читать интересно, я думаю, интереснее, когда это читает человек, который знает украинский язык, потому что там много колорита такого, которое чувствуется в переводе. Что касается вот этой темы евреев русской литературы, то вы даже дальше находитесь от этой темы, чем был Андрей Соболь. Наверное, вам знакомо его произведение. Он писал исключительно только на еврейскую тему и только по-русски. Это был первый председатель Союза писателей России, как я помню. Да, это человек с очень удивительной судьбой и сейчас практически неизвестный широкому читателям. Но он в свое время, в то время, когда он занимался литературным творчеством, он был известен, я бы сказал, даже европейской известностью пользовался. Но его, он сосредоточен был исключительно на судьбе еврейства внутри Российской империи, на тех судьбах, которые, и он их отписывал и снизу, и сверху, и сбоку, и со всех сторон. И вот всю его боль о том, что происходит, то, что не должно происходить, он воплотил в своих произведениях. У вас же этого нет. Вы находитесь в русле большой русской литературы. Хотя поднимаете эту тему среди других тем русской литературы, и мне кажется, что как раз ваша постановка, вопрос о том, что является культурой, в русской культуре, она вполне правомерна. Я не очень способен, честно говоря, к абстрактному мышлению. Вот когда вы сказали о Соболе, то у меня есть такой цикл, и такая книжка может быть появится, когда она появится, мы уже встретимся и поговорим. Это такие коротышки, такие вот маленькие коротышки. Вот там есть такая коротышка, которую я кратко перескажу. Вот там присутствуют два еврея. Там присутствует Соболь и там присутствует Каменев Лев Борисович. Значит, Соболя уже после революции, его сажали и до революции, кстати говоря, он сидел. Да, на кресухе он сидел. А после революции его тоже посадили. И некие добрые люди пришли к Каменеву, который был большой советский начальник, и сказали, нельзя ли вообще как-то посадить, то есть освободить его. И Каменев якобы сказал, это какой Соболь, который пыль, плохой роман, пусть посидит. Вот вам один камень, другой Соболь, вот два еврея, вот так сказать, ну и все такое в этом роде. Так что здесь, что говорить, я, честно говоря, если вам сказать откровенно, я как бы человек, у меня есть такая работа, называется «Ближе к тексту», близко к тексту. Я вообще держусь близко к тексту. Я могу прочитать, могу что-то по этому поводу сказать, это очень мало. Но требовать от меня, чтобы я что-то осмыслил, рефлексировал, понимаете, это не мое дело. Я, так сказать, вот как умею, рассказываю байки. Вот, собственно, и все, что я так все делаю. Но тем не менее, я все-таки хотел, прежде чем мы перейдем сейчас, вот вы, наверное, прочтете одну из своих байк, если захотите, но я хотел вот заметить вам, что все-таки вы здесь скромничаете, и вы делаете то, что в свое время Лев Иванович Гумилевский, писатель, назвал далекими связями. Они по этому поводу толковали неоднократно с Андреем Платоновым, с которым он дружил. И вот далекие связи, это тот такой способ творческого ассоциирования, когда человек ничего не может доказать и не может это донести до людей, но тем не менее, он проводит совершенно точные аналогии. И вот мне кажется, что вот этот вот стиль связи между разными объектами культуры, которые вы демонстрируете в своих произведениях, он весьма и весьма убедительный. Я думаю, что Лев Иванович Гумилевский, если бы читал ваши произведения, наверное, приводил бы строчки из ваших произведений как образцы этих далеких связей. Да, может быть. Может быть. Вообще, значит, то, что вы сказали, это очень известный способ. Причем до сих пор спорят, кто вообще это сказал первый. Некоторые говорят, что это первый сказал Ломоносов. И термин такой далековатое сближение. А есть это у Пушкина, где он пишет, есть странные сближения. Действительно, это такой способ, это не такой метод, его можно назвать в широком смысле большая метафора. Иногда даже так это можно сделать. Действительно, я им работаю очень часто, и причем в открытую я иногда даже пишу, например, вещь, а потом пишу примечание по аналогии, где вот рассказываю некий подобный случай, и надеюсь, что читатель вот сопоставит два и две эти истории и сделает какой-нибудь вывод. Действительно, такой способ мне действительно присущ, я им пользуюсь и работаю. Это правда. Может быть, вы вот из открытой уже вами книги прочтете что-то в виде образца, чтобы было понятно? Это не совсем то, о чем мы сейчас говорили в данном случае, но вы поймете. Но если говорить о большой метафоре или просто о метафоре, то мне кажется, она здесь имеет место быть. Это мы прочитаем из книжки «Новое неожиданное происшествие» или «Портрет художника в юности». И поскольку мы тут читаем только малую прозу, то есть такие рассказы, которые совсем небольшие. Вот это называется «Интермедиа» или «Вечерний концерт». На экране телевизора «Симфонический оркестр». Музыканты сидят в несколько рядов, и камера будто взбирается на гору. Я не знаю, что они исполняют, но всегда есть комическое несоответствие между музыкой и тем, как она делается. Вот это лицо с двойным подбородком, пухлая щека, уложенная на скрипку, профессионально кривая шея. Каким-то образом они соединяются с нотами. Но невозможно воспринимать разом вытятанное трубочкой губы и мелодию. Ударник развел руки, продетые в желтые тарелки, как в черные боксерские варежки, и терпеливо, бесстрастно ждет, обнимая пространство. Бам! Сходятся тарелки. Внизу, у самого подножья, стоит маленький дирижер, и музыка падает на него, как ливень и гром, а он подставляет лицо, все дальше откидываясь. Видит перед собой лес. Высоченные деревья размахнулись от ветра. Он стоит почти что впритык, высоко задирая голову, и водит своею палочкой. И музыка, исполняемая деревьями, набирает полную силу. Могучие кроны кренятся, нависая над дирижером, лесорубы с лицами оркестрантов, подвое сидят на карачках у каждого ствола и пилят лучковыми пилами. Лес растет на холме изреженным вогнутым амфитеатром. И музыканты-пильщики не загораживают друг друга. Их пилы, блестя зубьями, обращены к дирижеру. Деревья медленно наклоняются над ним, грозя раздавить. Но он не смеет бежать, отступать и пятиться, а должен только махать палочкой. И лес обрушивается на дирижера, накрывая его. Вместе с финалом музыка замирает. В секундной ночной тишине звучит голос трубы. На экране телевизора в группе духовых инструментов сидит мальчик. Он дует в трубу, округляя щеки и выпучивая глаза. И в какой-то момент его смешные усилия и ужинки становятся вдруг прекрасными. Пронзительно и мощно взмывая под самое небо поёт труба. Да, вы знаете, всё-таки это поэзия, а не проза. Когда Тургенев впервые вёл жанр стихотворение в прозе, это было не совсем точное название, потому что на самом деле нужна поэзия, а написана она в форме стихов или прозы, это не имеет большого значения. Я вижу, вы открыли книгу на обложке, которой было написано Полежаев и Бибиков. В связи с этим я вспомнил свои посещения букинистических магазинов в советское время, когда мне посчастливилось купить прижизненное собрание сочинений Державина и Некрасова последние песни, которые были посвящены его последней молодой жене, но они были мне интересны не только этим, что и само по себе интересно, но тем, что и в том, и в другом, в той, и в другой книге были послания к авторам от Бибиковых. В одной книге Бибиков того поколения, как Державин вписал в эту книгу своей рукой свое стихотворение, посвященное Державину, а в другой книге уже Некрасов в другое время тоже другой Бибиков, уже совсем не в таких чинах, как тот, который общался с Державином, тоже вписал свое стихотворение и якобы и указал на страницу, где якобы Некрасов посвятил ему стихотворение в своей книге, где не было этих инициалов указано. Так вот, с тех пор я много интересовался Бибиковыми, и когда я смотрел тексты, которые находятся вот в книге про Бибикова, то я обратил внимание, что чуть ли не главной темой является ваше внимание к тому, что представляет собой народ. А вот слово, само по себе слово, достаточно унизительное, такое, типа, как приплод. И оно могло исходить только, ну, приплод, говорят, по отношению к скоту, а народ по отношению к приплоду людей. Хотя во многих языках вообще не существует такого понятия по отношению к людям, а есть понятие люди. И у меня сложилось впечатление, что вот в этой книге вы обращаете внимание на то, каким образом народ может превратиться в людей, и как к этому относились великие в литературе. Можете ли вы что-то отсюда прочесть? Я прочитаю отсюда, но прежде я хотел бы сказать, что вы абсолютно правильно сказали, что есть разные виды малой прозы. То есть то, что я прочитал только что, действительно, это ориентировано скорее на поэзию. А вот сейчас я прочитаю несколько глав из книги Полежаев и Бибиков, которая целиком называется Полежаев и Бибиков или Собрание разных бумаг основательных и неосновательных. И там уже есть подзаголовок документальное повествование с вымыслом. Довольно сложная книга, которую я не стану пересказывать. Прочитаю отсюда некоторые главы тоже с малой прозой, но вот эти главы я их называю для себя свободная цитата. Вот вы их посмотрите. Сейчас я прочитаю две главы, одну чуть побольше, другую совсем маленькую. Прочитай их подряд без перерыва, потому что они как бы связаны друг с другом. глава 14 полученная от Фёдора Михайловича Достоевского. «Я знаю и запомнил, говорит Достоевский, множество интимных изречений, даже весьма и весьма просвещенных людей прежнего доброго старого времени, рабство, без сомнения, ужасное зло, соглашались они интимно между собой. Ну, если уж всё взять, то наш народ, разве это народ? Ну, похож он на парижский народ 93-го года. Наш мужик уже свыкся с рабством? Его лицо, его фигура изображают собой раба? И если хотите розга, например, конечно, ужасная мерзость, но, говоря вообще, для русского человека, ей-богу, розгочка ещё необходима. Русского мужичка надо посечь. Русский мужичок стаскуется, ежели не посечь. Уж такая нация. Вот что я слыхивал в своё время, клянусь, от весьма даже просвещённых людей. Да, наш народ груб, хотя и далеко не весь. О, не весь! в этом клянусь уже как свидетель, потому что видел народ наш и знаю его. Жил с ним довольно, ел с ним, спал с ним, сам к злодеям причтён был, работал с ним настоящей мозольной работой, в то время, как другие, Онегин, может быть, и не сёк своих дворовых, хотя право трудно это сказать. Ну, а Олеко я уверен, что посекал. И не от жестокости ведь сердце, а почти даже из жалости, почти для доброй цели, ведь это для него необходимо, ведь без розгочки не проживёт. Сам же приходит и просит, посеки меня, барин, сделай человека. Сбаловался совсем? Как же нам поступить с такой природой, скажите на милость? Ну и удовлетворишь его, посечёшь? О, русские скорбящие скитальцы бывали иногда большими плутами. Вы уверяете, что их всех заела скорбь об крепостном мужике? Да кто же мешал им? Если уж до того она одолела, кто же мешал им, спрашиваю, освободить хоть своих-то крестьян землю и снять гражданскую скорбь, по крайней мере, с личной ответственности, то-то вот и есть, отвечаю, что в местечке Парижес всё-таки надобны деньги, хотя и на баррикадах участвуют. Вот крепостные присылали оброк, делали ещё проще, закладывали, продавали или обменивали, не всё ли равно, крестьян. И осуществивши денежки опять-таки уезжали в Париж способствовать изданию французских газет и журналов для спасения уже всего человечества, не только русского мужика, а сколько презрительных анекдотов ходило между ними о русском мужике презрительных и похабных, об его рабской душе, об его идолопоклонстве, об его папе, об его бабе. Но пусть, пусть наш народ грешен и груб, пусть зверен ещё его облик, сын, на матери ехал молодая жена на пристяжечке. С чего-нибудь довзялась эта песня. Все русские песни взяты с какой-нибудь были, заметили вы это. Но пусть всё-таки, пусть в нашем народе зверство и грех, да вот, что в нём есть, неоспоримо это именно то, что он никогда не принимает, не примет и не захочет принять своего греха за правду. Он согрешит, но всегда скажет. Рано ли, поздно ли, скажет, «Я сделал неправду?» И не говорите мне, что я не знаю народа, я знаю его. Если один не скажет, то другой скажет, и правда будет восполнена. народ грешит и пакостится ежедневно, но в правде никогда не ошибётся. Глава пятнадцатая с ехидным добавлением. Итак, читайте, запишем. Фёдор Михайлович Достоевский очень любил наш славный православный народ. Но куда более, подчеркните, за него боялся. Разве это народ? Ну вот. Да. эти вот две главы про народ. Обращённые к высокой русской культуре, а совсем не к народу. Ну, видите ли, на сей счёт существуют известные слова Чехова, которые говорили, а что, я не народ? Чехов считал себя народом. И не нужно думать, что народ это простонародье. Это совсем не одно и то же. я тут не вижу ничего такого. Чехов народ и лучший представитель народа, он относится, тут нет противоречия, для меня во всяком случае его нет. Понимаете? Я тут не вижу ничего такого. Ну, конечно, ну что же делать? Люди заняты практическими делами, и ругать их за то, что они не интересуются тем или другим, это бессмысленно. Но кто-то интересуется. Беда заключается в том, что вот не нужно вытеснять вот тех, кто интересуется, им нужно дать свое место. Они также нужны, как и практические деятели. Вот это надо понимать. Вы знаете, что мне напомнили по странной ассоциации? Я в молодые годы работал в геологоразведке, вот однажды был в одной оренбургской деревне, где мы селились в домах у жителей этого населенного пункта. И я был в доме у старого человека, который работал, ну, наверное, конюхом. Ну, что-то в таком роде. И он был совсем почти неграмотный, а в городах в это время, как вы знаете, постоянно были глушилки, которые глушили всякие вражьи голоса. Так вот этот конюх, возвращаясь с работы, в возрасте 70 лет, с тяжелой работы своей, он всегда включал радиоприемник, а в деревнях эти глушилки не доставали. Но он слушал не вражьи голоса. Это было очень интересно. Я несколько вечеров тоже сидел вместе с ним, он включал американский джаз, и сидел, слушал джаз, вот этот конюх. и у меня это было несовместимо, этот сидящий человек перед этим сидящим приемником. Я его однажды спросил, я спросил папаша, вы вот этот слушаете эту музыку, почему? Он мне говорит, она меня сотрясает. Она меня сотрясает, ну замечательно, что говорить. Это значит, что человек чувствует, это самое главное, не нужно вытеснять людей из жизни, которые умеют чувствовать, не стесняются этих чувств и идут за этими чувствами. Вот это самый очень важный момент. Сейчас вам прочитаю тоже две главы подряд, потому что это как бы два человека, вы узнаете, какие, как бы один обращается к другому, а другой отвечает ему. Итак, глава 18, изложенная по-французски Петром Яковлевичем Чаодаевым. Мы, говорит Чаодаев, никогда не шли вместе с другими народами, ибо не принадлежим ни к одному из великих семейств человечества, ни к западу, ни к востоку, не имеем преданий ни того, ни другого, и существуем как бы вне времени. всемирное образование человеческого рода не коснулось нас. Посмотрите вокруг себя, говорит Чаодаев, все как будто на ходу, мы все как будто странники, нет ничего постоянного, непременного, все проходит, протекает, не оставляя следов ни во внешности, ни в нас самих. Дома мы будто на постой, говорит Чаодаев, в семействах как чужие, в городах как будто кочуем, и даже больше, чем племена, блуждающие по степям, потому что племена эти сильнее привязаны к своим степям, чем мы к нашим городам. не воображайте, говорит Чаодаев, чтобы эти замечания были ничтожны, бедны. Неужели к прочим нашим несчастьям должны мы прибавить еще новое несчастье ложного о себе понятия? В самом начале, говорит Чаодаев, у нас дикое варварство, потом грубое суеверие, затем жестокое унизительное владычество, следы которого не изгладились и поныне. Какая-то странная судьба, говорит Чаодаев, разобщила нас от всемирной жизни человечества. Народы живут только могущественными впечатлениями прошедшего и соприкосновением с другими народами. Через это каждый человек чувствует свою связь с человечеством. У нас этого нет, говорит Чаодаев. Мы явились на свет, как незаконно рожденные, без наследства, без связи с другими людьми, которые нам предшествовали и не усвоили себе ни одного из поучительных примеров минувшего. Каждый из нас, говорит Чаодаев, должен сам связывать разорванную нить. Наши воспоминания не далее вчерашнего дня. мы, так сказать, чужды самим себе. Нам нужно молотками вбивать в голову то, что у других сделалось привычкою, инстинктом. Мы растем, говорит Чаодаев, но незреем. Идем вперед, но по какому-то косвенному пути, не ведущему к цели. Глава 19 Черновая. 19 октября 1836 года Александр Сергеевич Пушкин отвечал Чаодаеву. Отзыв, опять-таки по-французски, остался в черновике. И вот, наверное, по какой причине. Царь, как известно, объявил Чаодаева сумасшедшим. Прислал медиков, дабы строжайше освидетельствовали. И оттого-то Пушкин, утверждают исследователи, не отправил письмо. Поэт не выступил на стороне правительства, но вступил с Чаодаевым в спор. у нас свое предназначение. Россия, ее необъятное пространство поглотили монгольское нашествие. Татары не посмеяли перейти западные рубежи, имея нас в тылу. они откатились к родным пустыням, и христианская цивилизация была спасена. Для достижения этой цели, спасения цивилизации, мы, оставшись христианами, вели совершенно особое существование, которое сделало нас, однако, чуждыми христианскому миру. Так что нашим мученичеством энергичное развитие Европы избавлено от всяких припой. Вы говорите, что источник, откуда мы черпали христианство, нечист, что Византия достойна презрения и так далее. Ах, друг мой, разве сам Иисус Христос не родился евреем? И разве Иерусалим не был притчу его языцах? Что касается нашей исторической ничтожности, я решительно не могу согласиться. Татарское нашествие печальное и великое зрелище, пробуждение России, развитие ее могущества, движение к единству русскому, разумеется. А Петр Великий, который один, есть целая всемирная история. А Екатерина Вторая, которая поставила Россию на пороге Европы. А Александр Первый, который привел нас в Париж, поспорив с вами, я должен признать, что многое в вашем послании глубоко верно. Действительно, наша жизнь грустная вещь. Отсутствие общественного мнения, равнодушие ко всему, что является долгом, истинной, справедливостью, циническое презрение к человеческой мысли и достоинству. вы хорошо сделали, что громко сказали об этом. В тот же день, 19 октября 1836 года Пушкин закончил капитанскую дочку и отметил в кругу друзей лицейскую годовщину. Он читал стихи недописанные, полагают исследователи, за неимением времени строчки внезапно обрываются, зависая, как перед пропастью. И над землей сошлися новые тучи. и ураган. блестящие выдержки, в которых я вижу не только боль тех, кого вы цитируете из их произведений, но и вашу боль, которая проецируется, как мне кажется, на окружающий нас современный мир. Но вот часто очень говорят о том, что Россия пустыня, и что у нас плотность населения невелика, особенно во многих районах, но не обращают внимания на плотность городов, которое гораздо более впечатляет, чем отсутствие плотности самого населения, которое теперь сосредотачивается в городах, будучи прежде сельским населением. И вот это явление, о котором часто и в анекдотах даже упоминается, о том, как во времена Никиты Сергеевича Хрущева были разделены обкомы на сельские и городские, в какой-то мере это отражало объективный процесс, который существовал, протестного такого поведения городских функционеров, которые родились в городе по отношению к вот этому безумию, которое постоянно насаждалось сельскими функционерами. Хотя разница была не очень велика, но тем не менее она существовала и, как я вижу, существует и по сей день в окружающем нас мире. Можно продолжить? Да, я хочу сказать просто одну простую вещь. Я не знаю, как... Дело в том, что я устно не умею формулировать, я на бумажке это делаю, но идея, в общем, простая. Я не думаю, что Россия во всем своем новообразном значении нуждается в защите. Россия вполне самостоятельное государство с древней историей, там все есть, она должна жить так, как написано у Чаадаева, как живут все народы. То есть могущественными впечатлениями прошедшего и соприкасаясь с другими народами. Вот и все. Тут ничего другого нет, ничего выдумывать не надо. И никакие другие народы ей от этого не угрожают. И могущественное ее прошедшее прошедшее никак никому не мешает. Его не нужно забывать, его не нужно топтать и так далее. Вот эти два момента, прошлое и соприкосновение с миром. Россия живет в мире и таким путем она остается в самом себе. Если Россия будет жить только сама в себе, она не будет жить в мире. Понимаете? Это очевидное соображение. Я на эту тему попытаюсь прочитать вам маленькую главку, которая так и называется, когда вы говорили про аналогию. Глава 30 по аналогии. В лесах США, пишет профессор Васильев, регулярно проводится омертвление лишних деревьев. Рабочий бьет по стволу лом, нажимает на клапан и впрыскивает порцию специального препарата. Через короткое время дерево погибает. Любопытная деталь, восклицает профессор. Когда леса изреживают таким способом, гибнут и те деревья, ради лучшего развития которых осуществляли уход. В чем же дело? В том, разъясняет профессор, что деревья в густом лесу имеют сросшиеся корни и яд, перетекая как по каналам, убивает соседние особи. О, сросшиеся корни человечества. – Да, действительно, похоже на краткую поэму, которая заставляет задуматься. – Да, между тем, это чистая цитата, отредактированная немножко, разумеется, сделанная как я хотел, с некоторым ритмом и так далее, но это действительно цитата, и фамилия профессора Васильев, она действительно… – Но о сросшиеся корни человечества это уже не цитата. – Это не цитата, но оно и набрано иначе. – Да, я понимаю, оно заставляет задуматься, здесь очень много смыслов. – Да, совершенно верно. – И вот я много думал как раз над этим текстом, и впервые сейчас подумал о том, что мы просто по связи того, что говорили о низкой плотности населения, что у нас с корнями и не срастается может быть еще пока что, и не следует прореживать поэтому. – Ну, прореживать вообще… прореживать нужно все делать, нужно очень умело, понимаете. И вообще, когда вы что-то умеете… – А может быть и не нужно. – А может быть и не нужно. И вообще идея о том, что семь раз отмерь, ее никто не отменял. Понимаете, она абсолютно правильная. И последний текст из этой книжки, ну, будем надеяться, более простой. Глава 48-я, доставленная нам Александром Христофоровичем Бенкендорфом. 15 августа вечеру, взяв с собой министр финансов и меня, государь сел в Петергофе на пароход и Жора, точно высчитывший в уме время прибытия нашего в Европу. Вдруг разыгрался ветер и поднялось на море страшное волнение. Если Европа взбунтуется, сказал государь, завтра же 300 тысяч моих войск будут на Рейне. Наш легкий пароход, построенный для прогулок между Кронштадтом и Петергофом, бросало как мячик. Но где же взять денег на такую армию, спросил министр финансов. Вдобавок и Жора вмещала в себя топливо только на трое суток и при буре, замедлявшей наш ход, рисковали мы остаться в море без угольев. Деньги? спросил государь. «Ну, ведь вы с братом мой, с Александром Павловичем, три года вели большую войну, противу Бонапарта были штатом деньги». «Качка была страшная, ветер не ослабевал. Вашему величеству известно, ответил министр финансов, кланяясь, что ту войну мы вели на чужие деньги». Стало совсем холодно. Ветер не переменял направления и гудел с одинаковую силою, нестерпимо качало. «На чужие?» спросил государь. «Отечественную войну на чужие деньги». Бородино на чужие деньги. Капитан объявил, что необходимо обождать конца бури, укрывшись в соседней бухте. «Да, утвердил министр финансов, кланяясь ещё ниже, нас субсидировала Англия, а теперь суньтесь-ка, ведь ни копейки не даст, впоследствии мы узнали, что буря свирепствовала по всей Балтике и дала повод иностранным газетчикам разгласить, будто император Николай Павлович поглощён волнами вместе со свитую. Что скажешь на это? Александр Христофорович обратился ко мне государь. Я лишь развёл руками «Дело известно, Ваше Величество, Россия льёт кровь, а они субсидируют. Тронутый моим ответом, государь обнял меня и поцеловал». Капитан предложил как единственное средство идти по ветру обратно в Россию и мы быстро помчались в Кронштадт. К великой радости министра финансов небольшого охотника до буря тут же закаявшегося ехать куда-нибудь впредь водою. Да, действительно. Ну вот. Об этом очень много всяких дискуссий на эту тему и как-то это проецируется на все эти представления о революции сделанной на немецкие уже теперь и на английские деньги. Кругом всего это самое. Тут много можно тут рассказывать и говорить. Но это каждый из нас сможет найти то, что хочет. Сейчас информации очень много и те, кто хотят что-то узнать, узнают. Но ведь мне кажется дело не в том, что не в количестве самой информации и не в ее разнонаправленности а в осмысленном выборе и позиции. Вот когда вы как бы проецируете свое представление вот свою боль о происходящем в этих текстах то это имеет значение. Это правда. Но я имею в виду информацию в буквальном смысле. Ну вот например известно, что во Второй мировой войне в Отечественной Второй войне у нас были союзники они нам помогали был ленд-лис и так далее и так далее и у нас говорят что вот это не так все важно разумеется я не собираюсь это оспарить но я просто хочу назвать цифру она вполне существует никто и никто дело в том что американцы поставили нам полмиллиона студебекеров полмиллиона студебекеров это вы поймете в чем тут проблема наша промышленность до войны выпускала в год всех машин и грузовых всех 135 тысяч и историки говорят что если бы вся наша промышленность работала бы только на армию то ей понадобило бы 5 лет чтобы удовлетворить эти армейские интересы эти 500 тысяч студебекеров эти полмиллиона студебекеров это совершенно реальная вещь понимаете реальная вещь вы если прочитаете например воспоминания людей которые пережили оккупацию то они были поражены какое количество грузовиков машин у немцев как они входили на этих машинах понимаете это очень важно если мы эти 500 тысяч забудем и будем думать что мы сами все можем то мы просто не учтем исторический опыт и опять сделаем то же что уже многократно делали понимаете это очень важно и никто у нас не отнимают победу эти 500 тысяч грузовиков они никак победу у нас не отнимают они ей способствуют это же очевидно ну знаете ведь вообще в мире никто не говорит про эту войну как про отечественную только у нас это распространено как про мировую войну вторая мировая война и мне кажется что это был вероятно первый случай когда всемирное объединение государств действовало согласованно против определенной угрозы дикости да 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 совершенно верно это очень важный момент тоже самое давайте я вам прочитаю теперь из книги Еврея Иванович это та книга которая так нас насмешила жена ничего смешного тут нет нет но вы знаете там есть очень смешные есть но поскольку я выбираю тут малую прозу она не всегда смешная то есть кое-что есть смешное ну не кое-что там если книгу подряд читать да да если подряд то да это вот правильно это я хочу обратиться к читателям если они приобретут и будут читать подряд то там есть много смешного вот я просто прошу прощения что я много смешного не прочитаю вот и все стена 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 Стреляя из каждого окна, тень тюремного забора накрывала трамвай. Но мальчик смеялся, а девочка читала толстую книжку. О, забор уже! Вскакивала старушка. Сейчас сходите в тюрьме? Сходите? Да пропущу тебя, бабка, отвечал высокий мужчина. Отсидеть, что ли, торопишься? И весь вагон с благодушием грохотал. Тюрьма! – кричала кондукторша. Кто тюрьму спрашивал? Остановка, тюрьма! Портрет. В завкоме знали, что мой друг неплохо рисует, и часто поручали ему оформить плакаты и лозунги, подновить к празднику. Он, конечно, не возражал. Это было вроде отдыха для него. Сидишь в тихой комнате, букву за буквой выводишь, а зарплата идёт. И все мысли весёлые о празднике. Сталину исполнилось 70 лет. Он родился, кто помнит, 21 декабря, день особенный, самый короткий в году. Мой друг перерисовывал портрет товарища Сталина. Однако от избытка чувств и сильного волнения рука слушалась его плохо, и он прибег к старому способу всех самолучек, расчертил лист на квадраты, бережно перенося дорогие черты из одной клетки в другую. То был известный портрет Сталина в форме генералиссимуса. Прогудел гудок, неслышно ушла первая смена. Друг включил электричество и посмотрел на свою работу. Лампочка была сильная, 500 свечей без абажура, и больно било по глазам. Он всё стоял и смотрел в противоположный угол, там, сквозь квадратную сетку. Улыбался товарищ Сталин. В дверь постучали, друг не открыл. Завклубом позвал его, не ответил. Стоял у стены наискосок от портрета и боялся пошевелиться. Уходя, гасите свет! Проворчал завклубом. Все неграмотные стали. И тяжко затопал по коридору. Друг работал всю ночь. Спешил. Рука отвердела. Что, если кто-нибудь застанет меня здесь и увидит то, что я вижу. Лицо товарища Сталина в решётчатом окошке. Товарища Сталина за решётку упрятал. Никогда в жизни не было ему так страшно. Игра на Малой Лубянке. И сразу католический храм за оградой. Золотая табличка на древней стене. Построен в Жильярде. Охраняется государством. Вот там-то, на этом дворе. И проистекают наши футбольные радости. Отдай! Кричат мне. Но я бью левой. И латанный кособокий мяч выбивает церковное стекло. Мы испускаем дух. Воздух далёкого года. Застываем в прыжке и наклоне с раскинутыми руками, размахнувшись ногой. Слышу тягучий хрустальный звон. Брызнувшие осколки падают и кружатся, будто снежинки. И никак не могут упасть. И тут появляется некто в чёрном одеянии. Широкой ладонью похлопывает по мячу, улыбается, манит нас пальцем. И этот дружеский, простоватый жест действует, как порыв ветра. Нас сметает и выметает. Мы бежим со двора вспять по малой лубянке мимо серого небоскрёба, мимо чёрных автомобилей, мимо каменных часовых с примкнутыми штыками, мимо сверкающей вывески скромной и строгой Министерства Государственной Безопасности. Чёрный человек вздыхает, покачивая головой, оставляет мяч на крылечке и не спеша возвращается в храм, охраняемый государством. Знаете, Эдуард Иванович, вот я когда читал, ну кроме того, что там много смешных рассказывать, вы сейчас не смешные совсем читаете, но я обратил внимание на то, что вы очень ясно выделяете некоторые опознаки нашей культуры, которая не только русская, но и советская культура, поскольку эти 70 или 80 лет, которые прошли, или я думаю, что они еще не прошли, а продолжаются в каком-то другом виде, потому что идеология, вот подповерхностной идеологией существует другое течение, которое никак не связано с этой идеологией, какая бы она ни была, капиталистическая или коммунистическая, это не самое главное, а вот эти опознаки, вот например, тюрьма, значит, есть пословица даже, я сомневаюсь, что такая пословица есть у какого-то другого народа, что от тюрьмы и от сумы не зарекайся, или же где-то у кого-то скажут, у Костомарова я прочел на эту же тему, что сегодня ты князь, а завтра в Сибирь, и таких много опознаков, и вся книга насыщена вот этими, что ли, такими как бы атоллами над таким ровным океаном простонародной, как вы говорите, культуры, и даже не фольклорной, потому что фольклорная это не простонародная, а вот над океаном таких обыденных суждений возвышаются определенные культурные опознаки, которые вы точно обозначаете. Вот в книжке про Полежаева там есть глава связанная с Николаевичем Толстым, и он пишет, что прошлое не прошло, оно просто изменило форму. Вот собственно что имеется в виду. с этим трудно не согласиться. Прочитаю вам такой рассказ, называется «Хлеб». Скажу о нем, что это один из самых первых, если вообще не первый, мой такого рода короткий рассказ. «Хлеб» это не рассказ, и я не умею написать это как рассказ, ибо литература требует спокойствия. Отойди, автор, в сторонку, дай людям поговорить между собой, хорошо ли, плохо, сделать свои дела, пусть учат их жизнь и тебя вместе с ними. Но если январь 47-го года, очередь за хлебом, извивающаяся по всем уступам кривоколенного переулка, и от хвоста к голове идет черная нищенка с тремя ребятишками, а от головы к хвосту торговка, подпирающая животом плетеную корзину яйцей, кому яйцей, и на середине очереди, в центре ее, где стою я, пути женщин сходятся. Маню кричит торговка, а нищенка шепчет Галю, и я впервые слышу украинский разговор. Очередь продвигается туго, нищенка поет о беде, и твит ату Галю в мэр с голодухой. Я выкупаю хлеб, столько-то граммов по детской своей карточке и столько-то на иждивенческую. Моя мать больна, полгода как не работает и вечером проявляет чуткость, приходит прежний ее начальник, съедает половину нашего хлеба и пьет чай, щедро накладывая сахар и говорит о послевоенных трудностях, которые мы непременно преодолеем. Взять жилищный вопрос, нашу, например, комнату, конечно, и сыро, и тесновато, но ведь некоторые ютятся в землянках, бараках, подвалах, они думают, что я сплю, а я бодрствую на своем самодельном ложе, два стула и дверь от сарая, изучаю наш потолок, разукрашенный плесенью, ведь он такой же, как пол, верно? Значит, здесь мы живем, стол, кровать, печка, шкаф, да как же оно умещается, как не задохлись мы до сих пор. Ничего утешает начальник. Знаете, какая будет первая фаза? Черный хлеб бесплатно. Мать улыбается. А мне страшно? Сейчас полдня теряешь на очередь, а если будет бесплатно? Это ж сколько народу набежит? Вижу кривоколенный армянский телеграфный переулки с забитой толпой. Хорошо, у кого семья большая, друг друга подменят. А я-то один и в школе пишу сочинение на вольную тему хлеб. И меня вызывают к директору. И топача сапогами он кричит, где это я видел нищих в нашей счастливой стране, и кто это умер у нас от голода? Распространяешь вражеские слухи, кричит директор. Таких, как ты, на фронте расстреливали, докопаюсь откуда, что? Сообщи им, куда следует, там разберутся. Нет, это не рассказ. да, там разберутся. Вот, если нас сейчас смотрят наши телезрители, они, наверное, просто удивлены тем, что я говорил, что в книге очень много юмора, очень много смешного. Вы читаете как раз те моменты, которые скорее можно назвать трагическими, но тем более, тем более, когда переходишь к другой точке зрения на то же самое фактически, то тем сильнее сказывается вот этот подспудное течение юмора в вашем тексте, в ваших произведениях. Ну, в принципе, книга так построена, сперва серьезная, потом смешная, серьезная, смешная, контакпункт такой, чередуются, контакпункт, конечно. Но вот следующий, не так, чтобы сильно смешной, оно все-таки. Кто есть кто? Таксисты, говорил дедушка, передовой отряд рабочего класса, а евреи, посмеивался, авангард местной интеллигенции. А если еврей-таксист, спросил Чарльз Лурье, который переводил дедушку на английский, о, это, наверное, жулик. Еврей, еврей, говорил дедушка, «Я такой еврей, у которого местное население спрашивает дорогу». И действительно, стоило выйти на улицу, обступали мгновенно, где то, все, пятое, десятое, как пройти, как проехать. Дедушка очень любил Есенина, помню, я читал ему вслух, «Быть поэтом, это значит тоже, если правды жизни не нарушить». Да, кивал дедушка, правильно, и торжественно произнес в том же размере, «Быть евреем, это значит помнить». Ну вот, теперь еще более грустное. Наш календарь. «Мой тесть родился в январе, мама в феврале, я в апреле, жена в мае, ее брат в июне, его невеста в июле, теща в августе, мой сын в сентябре, мой отец в октябре. Так мы и думали жить, празднуя всякий месяц. Первым отпал январь, потянув за собой март. Тесть скончался в экспедиции на фельдшерском пункте 8 марта, лишив нас женой этого праздника. 8 ноября в метро на спор со своей невестой июнь Шурин бросился под колеса. Девушка вышла замуж и переехала, а теща оказалась в больнице, где умерла в мае, непомерно распухшая с потерей речи. В апреле и сентябре в разные годы тихо ушли февраль и октябрь. И единственный месяц, который остался, последний. С Новым годом, ребята! С Новым счастьем! Я подумал, когда вы прочли этот рассказ, я его читал из книги, а сейчас я его услышал. Я подумал, что, я не знаю, читали ли вы изречение хасидских мудрецов Бубера, за что он получил Нобелевскую премию, но мне показалось, что вы чем-то родственны этому писателю. Да, есть даже маленькая история, я не хочу просто отнимать у нас времени, но я написал одну историю в Полежаеве и Бибикове, совершенно не зная, что она оттуда, мне рассказали ее как сон, я как сон ее записал, и уже читая эту книжечку Бубера, я нашел эту историю там. Очень интересно, такая конгениальность просто. Да, я, конечно, понимал, что это не сон, но меня это не волновало, я понимал, что это хорошо и замечательно, и все такое, но источника я не искал. Очень интересно, но по стилю есть прямое сходство, но оно как бы где-то на небесах. Злоключение. Какого-то Ж взяли за Ж, за что, за что, за жабры, оторвали от классической филологии или от римского права и бросили на нары в чисто мужскую компанию, где юный Ж действительно превратился в Ж, то есть в особу противоположного пола. Однако на пересылке ему повезло. Местный лекарь выкликнул, кто способен двигать фигуры, и Ж превратился в Ш шахматиста, в С санитара, в Ф фельдшера. А тут выяснилось, что взяли его ни за что. В следствии чего Ж опять сделался Ж журналистом. Силой обстоятельств перебазировался за рубежи, издает журнал для нашей с тобой пользы. А деньги откуда? Мы спрашиваем. Да идите вы в Ж. Ж отвечает. Денег навалом. Хочешь, авторов нанимай, хочешь, корректоров, или пускай переводчиков, лишь бы на ту же субу, да к сроку и в полном объеме. Вот и сидит в статейке накропал, последние новости с английского перепер и запятые расставляет по справочнику. Ах, же ты же, золотой работник. Вот. Я уже начинаю немножко торопиться, поскольку чтобы успеть. но по-моему достаточно времени. Вы хотите прочесть все, что вы запланировали? Ну, мы с вами так договорились, как бы, и я, собственно, по этому и пытаюсь. Сон. Вот это, между прочим, действительно сон, как-то ни странно. Сон. Я попал в клинику и никак не мог выйти. Ходил по длинному коридору, оглядываясь на вывески и таблички. Меня окликнул веселый молодой человек. Мы поздоровались. Вы, сказал он, странно себя ведете. В чужом доме или в чужой стране надо прежде всего представиться хозяеву. И если интересуетесь, где тут что, обратитесь к аборигенам. А вы точно заблудились в лесу и ориентируетесь по приметам. Петров, сказал я, а моя фамилия Сносов. Он улыбнулся. Возможно, далекий предок оставил кого-то с носом, а может, остался сам. Или неаккуратно носил кафтан и армяк, быстро снашивал. Не исключено, что был чересчур покорный, все мог снести, а то напротив обладал слишком пылким характером и сносил несогласные головы, как мы сейчас старые дома. Он подвел меня к большим стеклянным дверям и махнул в сторону остановки, с подробностью пояснил, что и куда идет. Простите, спросил я, а чем вы войны? на я рак, ответил он весело, и я вышел на улицу, но фамилия моя была Гурвич. Вот. Да. Вот. Вот то, что я называл свободной цитатой, вот есть такой текст, но очень маленький. И, видимо, впритых сразу же я прочитаю следующее. Я боюсь, я последний все-таки не успею. Мы посмотрим. Будем читать, как договорились. Свободная цитата. «Был такой богослов, говорит классик, слава о нем шла по всему околотуху. Когда раввин разводил руками, обращались к нашему мудрецу. Он открывал книгу сразу на нужном месте и давал ответ. Вот этим, собственно, мы и занимаемся. Открываем книгу на нужном месте. Вопрос только, даем ли ответ. Лауреат Нобелевской премии Исаак Зингер написал роман. Рахиль Львовна Баумволь перевела его на русский язык. 26 июля 1991 года в день смерти автора мы переписали приводимые ниже странички и озаглавили переправа. Куда идет паром? Как куда? На тот берег. Там есть город? Есть, неподалеку. Как называется? Человек назвал город, и Яков молчал, покуда опять не спросили. Ты еврей? Еврей, где твои вещи? Яков развел руками. Что, нищий? Где же суман? Нет у меня ничего, только палка. Что ж бывает? Яков всякого навидался. У одного много, у других не шиша. Тебя что, ограбили? Не боюсь никаких грабителей, сказал Яков, удивляясь своим словам. Да уж чего бояться? Драные штаны больше тебя не снимешь, а я вот держу пса и даже копье. Есть такие, что чик-чик мигом перережут веревку и уведут паром. Да куда убежишь с парома? А вчера гусь хозяйка была наладилась следом, мужики удержали, гуся после выловили. Спрашиваю тетку, плавать-то умеешь? А она нет, родненькие. Что ж ты, говорим, в воду полезла? Да гусь-то мой! Откуда подержишь из Юзефова? Где это? За тридевять земель. Ездят туда-сюда, королям и то не сидится. Сколько их тут побывало Швед, Москаль, Хмельницкий, не с мечом, так с ножом. И все грабят. Да ведь надо кому-то работать. Я человек маленький, но гляделки имею и котелок варит. Есть хочешь? Платить нечем. Кусок хлеба полагается всякому, даже арестантам в тюрьме. Погоди. Паромщик скрылся в сторожке, воротившись с хлебом и яблоком. На, ешь. Нельзя ли ополоснуть руки? Вымыть руки сейчас. Приболок кувшины слил Якову. Тот утерся полой. Затем произнес благословение над хлебом и сказал, я должен благодарить вас, но прежде возблагодарил небо. Никого не надо благодарить, ни меня, ни Бога. Есть хлеб даю, не было бы, сам побирался. Бог много чего припас, да не про нас с вами, для богачей. Всевышний сам решает, кому богатеть. А может нет никакого Бога? Ты что, был на небе, видел его? Тут проходил как-то священник и прямо сказал, нет Бога. Священник? Трехнутый. Но говорил дельно. Так мол и так. Ничего не известно. В Индии поклоняются змее, евреи, что переправляются на пароме, нацепляют черные коробочки и кутаются в шаль. Но когда пришел Хмельницкий со своими казаками, он всех евреев передушил. Столько их утопил, что дохляки доплывали до Вислы. Вода насквозь провоняла, а Бог и пальцем не шевельнул. Злодеи понесут наказание. Как же? Вот слушай, был помещик в наших краях, сотню мужиков до смерти запорол, а прожил девяносто восемь лет. Холупы подпалили его, пускай думают, все идет прахом, и что же? Хлынул такой ливень прям в потоп и погасил огонь. Старый пан принял на радостях и перекинулся. я и говорю, всех черви сожрут, плохих, хороших, но почему? Все-таки есть разница. Вот вы дали мне хлеба, дал, дал. И в обиду будет сказано, когда вижу голодное животное, тоже кормлю. Ну вот не знаю, успеем это 10 минут прочитать этот рассказик или не успеем. Знаете, даже два тут еще нет. Прежде чем перейдем к рассказу, мне вот это, я не знаю, как вы относитесь к Даниилу Лукичеву Мордовцеву, но мне этот рассказ напомнил выдержку из одного романа, где едут и беседуют солдат с крестьянином о том про кукань английского. Я просто не знаю, это сейчас малоизвестный писатель, вам удалось... Я читал Мордовцева, у него есть одна книжка, которую я очень внимательно читал, когда я там полежаевым работал, она называется «Накануне воли». Это книга документов перед изобождением от крепостной зависимости. Вообще Мордовцев вполне достойный автор, по-моему. Я думаю, что не просто вполне достойный автор, а выдающийся писатель, который там около 600 томов написал. И вот что делал Чернышевского, это подражание Мордовцеву. Он пытался написать... Он в сотне романов он пытался как-то смоделировать будущее, что ему было несомненно, социализм в России. И на одном очередном романе Салтыков-Щедрин выступил, который его до этого публиковал, а потом перестал публиковать. Салтыков-Щедрин так сказал, что талант Мордовцева ослабел, потому что... А он социализм будущий описывал в России, потому что не может существовать такого общества, где все будут говорить о том, что нужно работать и никто не будет работать. Ну да-да-да-да-да. Это в вехах была статья Франка, где он говорил, что социализм это такое общество, где идея производства вытесняется идеей распределения. Да, очень интересно. Почитаю, видимо, последний рассказик, еще очень коротенький. Моисей Израилевич Иофьев сделал замечательные наблюдения относительно Бунина, что поздние его рассказы заканчиваются трагически, независимо от сюжета. Герои могут умереть или выжить, выиграть или проиграть. Ничего это не изменит. Социально-медицинский механизм не действует. Бунин писал, в сущности, о первом потерянном поколении. И, например, Сергей Александрович Есенин вполне бы годился ему в прототипы с его золотой головой с петлею удавкою в той самой гостинице, что при Бунине звалась Англитер, а при Сенине интернационал. Мы, дети коммунальных квартир, выкупавшие хлеб по карточкам, были ошарашены тем, что мало быть богатым и здоровым нам, бедным и больным, с ясностью открывалось, что на самом деле не в деньгах счастье. Была когда-то Россия, а теперь ее нет. И на нашем веку той России не будет. Представляете? На наш век не хватило. Вот почему куда бы нас ни закинуло, от Хайфы до Воркуты, хмельные и трезвые мы будем орать. Не жалею, не зову, не плачу. Замечательный рассказ. К сожалению, наше время подходит к концу. И вот в завершение этого чтения литературного и нашей беседы я хотел, чтобы вы, если это можно, конечно, если это не является вашей тайной писателем, что-то рассказать о том, что вы планируете дальше, в виде ли изданий или в виде творческих актов. Ну, я, значит, в вардхаузе, вардхауз-медиа еще намечается ряд моих книг. Я из суеверных соображений не стану их называть, но если мы с вами по поводу этих книг будем встречаться, я с удовольствием прочитаю, так сказать, разные вещи разного жанра и попытаюсь, может быть, что-то объяснить, рассказать и так далее, и так далее. Хотя, честно говоря, я больше люблю читать, чем рассказывать. Но рассказывать вы тоже замечательно, и мне даже жаль, что вы только читаете, а пренебрегаете рассказать, что вы думаете, вот в каждый момент чтения, потому что это само по себе интересно. Интересно. Книгу все-таки могут прочесть еще и другим способом, а вот пообщаться с вами это преимущество не всякий раз удается. Может быть, мы с вами устроим такую встречу, где я возьму, может быть, какой-то не очень большой текст, и по поводу этого текста и вокруг этого текста можно будет поговорить. Это было бы очень интересно, мне кажется. нет вопроса. Нет вопроса. Считайте, что это приглашение. И большое вам спасибо за сегодняшнюю встречу, за ваше прекрасное произведение и за ваши мысли и творчество. Я стараюсь. Вам спасибо. Да. Спасибо всем нашим зрителям, кто участвовал невидимо для нас, но по ту сторону экрана в нашей сегодняшней трансляции. Сегодня была встреча с писателем Эдуардом Шульманом и вел передачу Юрий Проскоряков. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok